привет с вами на канале инспектор гаджетов и сегодня очень необычный девайс даже для меня самого перед нами универсальная супер зарядка супер разработка инновационная совершенная в общем самая-самая вот последняя топовая и дорогая зарядка от такого производителя как айс детей данный производитель не широко известен в таких кругах обычных людей потому что данный производитель производит зарядные устройства и различные другие ганджеты связанные с дронами то есть коптерами то есть специализированные зарядки и данная компания она себя на этом рынке почувствовала достаточно уверенно крепко и решила немножко наверно пойти в массы и выпустить такое вот уже устройство зарядное рассчитанное на более широкий круг пользователей и сделать можно сказать его наиболее компактным но наиболее таким таким каким раньше его никто не делал то есть никто раньше не догадался добавить полноценный цветной экран добавить человеческое управление и в принципе по мощности это довольно таки еще мощная зарядка собственно в общем они сюда засунули все что только можно с такой маленький компактный корпус ну я об этом просто знаю так сказать из интернета сам очень ждал данную зарядку просто ну действительно вот раньше никто подобного еще не делал и данная зарядка у меня и те кто будут смотреть и принципе захотят ее приобрести под видео я думаю будет ссылочка не удивляйтесь стоит она не дешево не дешево но вся продукция фирмы асдт никогда не отличалась дешевизной то есть они производят хорошо но денежки это за это придется платить скажем так не будем особо останавливаться на коробке хотя одну вещь я вам все-таки хотел бы продемонстрировать собственно техническая информация но все это вы можете подчеркнуть в интернете на официальном сайте там все полностью это расписано что мне привлекло внимание это вот это вот наклеечка для продажи только в европе то есть вот собственно вот такая версия для европы и также то что существует в двух цветах на зарядка в черном и в белом в белом пока еще вроде как бы не выпускают и у меня версия черненькая ну и собственно давайте заглядывать это будет распаковка и первое что я хотел бы увидеть что меня больше всего интересовало и оставалось главной загадкой данной зарядки это есть ли там в комплекте блок питания вот это главная загадка была потому что точной достоверной информации не было и сейчас мы это с вами во-первых узнаем но сначала как мы видим у нас встречает такая вот пленочка ну видимо для экрана можно как видите по аналогии с мобильными телефонами так дальше у нас тут целый набор различных наклеек вот инструкция так положим пока коробочку инструкция и сразу радует то что как видите инструкция у нас на русском языке есть полноценный русский язык инструкция расслабляться и смарт-зарядное устройство c4 так давайте сразу найдем этот самый русский язык немножко оценим качество перевода о о полнейшая спецификация победите визуально все понятно так ну давайте что-нибудь прочитаю автоматический режим подключите зарядку к сети или автомобильного адаптера вставьте батарею c4 соблюдая правильную полярность появится экран загрузки отобразить состояние зарядки смотреть рисунок ниже после трехкратного звукового сигнала панель задач показывает состояние ну в общем то человеческим языком написано то есть это однозначно не google переводчик и все написано и понимаю по уму и в спецификации кстати тоже тут все нормально и понятно то есть проблем как раз переводом нет отлично это отличненько в общем заряд такая вот инструкция очень ну как видите описано все описано все сейчас не будем изучать полностью инструкцию но в общем зачет зачет хорошая инструкция реально порадовали так ну а теперь 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 сама зарядка ну и да ура ура есть блочок есть блочок это очень хорошо это реально сэкономила бюджет потому что те деньги которые просили сдам зарядку без блока питания ну было как-то совсем уж дорого но сбоком питания еще ладно нормально так взглянем на блочок ну сразу понятно с европейской вилкой и блочок у нас 12 вольт два с половиной ампера вот это хорошо кому интересен коннектор так сразу не скажу его размеры ну принципе на глаз можете определить так и сама зарядочка вот она вот она красавица вот площадка под все виды аккумуляторов ну распространенные так сказать стандартные экран кнопочки сзади сзади sdt модель c4 ну ладно не буду все это озвучивать понятно вентиляционное отверстие вверху у нас вентилятор вход для питания порт micro usb это для соединения с компьютером для прошивки и порт обычная юсб это зарядка можем использовать к зарядку 2 и 1 ампера он должен выдавать больше у нас ничего здесь нет и давайте мы это дело сейчас включен включим и посмотрим так так запел светит наверно ярко и вы наверно ничего не видите первое что нужно это зайти в настройки и убавить яркости на этом самом экранчике так вы по-прежнему ничего не видите так сейчас 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 вот вот минимальная подсветка и давайте сделаем поближе поближе так так уж простите меня не буду снимать пока вот эту вот пленку ой 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 что-то уже нажал принципе мне понятно я думаю вам будет понятно но по объективным причинам кто не понимает читайте спойлер дисклеймер так первый пункт систем информация но сразу вижу пункт лэнгвич языка давайте посмотрим да есть есть у нас великий могучий собственно это хорошо теперь пройдемся по остальным пунктам системная информация версия прошивки версия операционки и партном бар вот так вот так выход вот так собственно на главном кране когда у нас ничего нет я нажимал на светинг ничего не происходило нужно удерживать данную кнопочку и тогда мы попадаем в основное меню так заводские настройки нам сейчас не нужны языки уже сменил громкость можно изменять громкость этого самого этой самой ну извините меня такое слово перделки надо потише сделать это как-то не очень нравится собственно подсветка видите я сделал уже на самую низкую ограничение емкости включить выключить автоматический заряд 3 секунды но это то есть когда вставлять аккумулятор через сколько секунд пойдет автоматическая зарядка ну здесь трогать не будем показать цикл 10 секунд и возврат собственно все ну а теперь давайте перейдем к тестированию так сказать ознакомлению мне хочется сюда что-нибудь вставить посмотреть как она будет работать так начнем мы с 3 а 3 а и 3 а у нас вставляется вот сюда так просто а есть ой-ой-ой что-то она там сам сразу начала делать а вот нет автоматически нам не надо тактип батареи авто задача зарядной дочки батареи посмотрим авто ну сами вот видите озвучивать не буду в общем выбираем тип тип наши нашего аккумулятора можно это делать вручную дальше задача заряд разряд хранения цикл анализ и активация оставим заряд но функционал конечно очень хороший текущей установки пол ампера и можно выбрать самому другое значение максимум для 3 а как видите 1 ампер запустить задание и возврат ну давайте запустим и вот он процесс так сказать пошел и нам уже показывает кое-какую информацию сколько залилось вот 1 миллиампер заряд вольтаж сопротивление температуру время и даже вот начинает строить график вот таким образом так это выглядит так если плюс-минус ага возможно я смогу переключаться между несколько аккумуляторами если будет как раз 2 2 я поставлю уже 2 а давайте попробую что произойдет так ну да вот получился второй да можно так собственно как видите отдельно работает у нас каждый слот можем настраивать типа 3 авто задача заряд текущая установка видите по умолчанию на 2 а у нас один ампер можно поставить до 2 ампер кстати долгое удержание смотрите как бегает хорошо один ампер запустить задание давайте запустим процесс пошел так вот и вот так мы можем переключаться между нашими слотами не смотреть что у нас происходит видно 3 а у нас уже 11 миллиампер завелось ну вот вот таким образом это дело происходит так хорошо как это дело прервать мне интересно так текущие установки возврат а тут красным горит наш процесс идет так возврат все зарядка не заряжает все отличненько хорошо это мы проверили ну теперь то что чаще всего я думаю будет заряжаться в данной зарядке это 18650 давайте застанем сюда сразу две плюсик у нас так только не надо вам сразу запускать так 3737 как видите ну что у нас покажет давайте по умолчанию как видите полтора ампера у нас на 18650 ну и максимум 3 ампера 3 ампера способен отдать данная зарядка на каждый слот то есть собственно очень много не рекомендовал бы кстати так делать но как как вариант имеет право на жизнь ну и собственно вот мы переключаемся между двух слотов ну понятно хорошо так давайте теперь вы видите как у нас интересно пока на экране показываются в принципе слоты те которые ставятся в таком виде то есть вертикальном показываться здесь те которые ставятся горизонтально показываются здесь в общем все очень логично и хорошо так с 18650 закончили и последнее последнее это 26650 и здесь я сразу два ака буду вставлять ставлю сначала галиси просто интересно все ли сюда помещается галиси у нас по диаметру небольшой но длинненький так скажем и посмотрим влезет ли он сюда ну да в лес так в лес текущие настройки для 2650 2 ампера стоят по умолчанию и сколько тут по максимуму 3 ампера способна зарядочка у нас сюда заливать даже интересно давайте посмотрим как он 2 ампера сюда сейчас начнет заливать заряд у нас это понимаю 98 о сразу включился у нас наш вентилятор скорость конечно как видите просто растет на глазах то есть все возвращаемся так галиси без проблем сюда зашел а вот теперь летокала летокала кто не в курсе это аккумулятор у нас широкий он широкий думаю многие вейперы уже знают что не везде данные баночки заходят в общем сейчас посмотрим опа ну в принципе все нормально зашла зашла и давайте запустим на 2 амперах справится да пошло 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 да посмотрите как 78 сразу один процент уже дало график погнал ну то есть скорость поражает просто до этой зарядкой можно очень быстро заряжать но правда надо малоэффективно аккумулятор это конечно портит вот такая зарядка и конечно она конечно она очень очень хорошая во всех своих аспектах все удобно все просто все подходит и видите может все просто на лету определять все показатели сразу отображает строит графики и сила тока то есть вы видите на что она способна насколько она мощная носим все на этом я думаю можно и закончить данную распаковочку если уже погоняю дан данную зарядку и нет будет какая-то еще информация для вас интересная то тогда сниму еще дополнительный обзор а на всем все спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал всем пока